СПОРТИВНЫЙ БИЗНЕС На сегодняшний день, по статистике, Дальний Восток в целом Амурской области является одним из лидеров после Москвы по фитнес-индустрии. Не то, что там много фитнес-клубов, а в том, что население более спортивное, чем на том же Западе, на том же Урале и так дальше. Сейчас Дмитрия Васильева знает не только в спортивных кругах при Амуре, но и далеко за его пределами. Он руководитель сети тренажерных залов по России. А начиналось все в 2013-м. Тогда он реализовал свой первый бизнес-проект. Открыл зал площадью в 500 квадратных метров. Говорит, сейчас эти размеры кажутся совсем не масштабными. Но стартап оказался неплохим. Всему этому предшествовала огромная работа. Дмитрий вместе с командой изучил рынок спортивных услуг, взвесил плюсы и минусы, рассчитал прибыль. Конкуренции не побоялся. Наоборот, решил воспользоваться большим количеством фитнес-клубов и найти свою нишу. То, чем он будет выгодно отличаться от других. Все было как старого образца. На старой волне. В общем, приходим, тренируемся. Условия, они были на уровне. Мы сами знаем, на каком. Ну, в целом я сделал оценку города Благовещенске. И решил, что нужно ввести что-то новое в город. И я это вел. Сейчас у Дмитрия уже два зала в Благовещенске. На открытие вот этого, например, потратил несколько десятков миллионов рублей. Стоимость одного тренажера от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона. Дмитрий не скрывает, его бизнес еще полностью себя не окупил. Но он работает на перспективу. Именно поэтому, помимо Благовещенска, решил завоевывать рынок спортивных услуг еще и в других городах. Он уже открыл подобные залы в Чите и Оренбурге, в планах покорить Челябинск и Калининград. Именно за счет этого удается держаться на плаву. Деньги из одного зала, более прибыльного, инвестировать в другой. Это не тот бизнес, где зарабатывают деньги. В первую очередь. И чтобы зарабатывать деньги, нужно быть либо у тебя должно быть их много залов и с каждой, грубо говоря, с миру по нитке голому рубаха. А так, чтобы открыть зал, потому что у меня там появилось 5 миллионов и я хочу что-то куда-то вложить, чтобы они работали. Но эти 5 миллионов будут окупаться лет 10. Это не тот бизнес, это не торговля, где можно вложить деньги и вернуть с рентабельностью 50-30%. А эта рентабельность очень мала для того, чтобы не зарабатывать хорошо. Залог надежного бизнеса – это не только первоначальный капитал, но и кадры, которые, как известно, решают все. Спорт не исключение. Своих сотрудников, например, Дмитрий переманивал из других спортклубов и даже городов. Здесь работают тренеры из Саратова, Хабаровска, Шимановска, Белогорска, Тынды. Чемпионка Европы, чемпионка мира по фитнесу, неоднократный призер России, Дальнего Востока по фитнесу, бодибилдингу. Выступала в разных категориях, в разных федерациях. Но уже последнее время долго выступаю в ФББ. Последние мои соревнования, которые были, так сказать, значимы и для меня, это был Арнольд Классик Азия. В 2016 году я заняла два третьих места. В будущем Дмитрий планирует открыть собственную франшизу, но пока это перспектива. В ближайших планах организовать на базе клуба занятия не только для взрослых, но и детей. А это другой спортклуб, где детский фитнес уже успешно развивают этому залу ровно год. Его владелец Дмитрий Дудин признается, всю жизнь занимался спортом, а этот бизнес-план вынашивал больше 10 лет. Решил рискнуть. Ты должен отличаться ценой, то есть предлагать какие-то условия, какие-то фишки людям, да, но цене как бы ниже. Либо чтобы цена была дорогая, но тогда у тебя должно быть все по люксу, да, как у нас любят лакшери, чтобы все было. Чтобы за тобой ходили тебе полотенца, таскали, да, там тебя обдували веером. Ну... Здесь не стали закупать дорогие тренажеры, тем самым решили удешевить стоимость занятий для посетителей. Работают по схеме, продать услугу дешевле, но большему количеству людей. Ну, где-то первоначально 3 миллиона – это минимум, чтобы можно было как бы открыть, чтобы можно было сделать какой-то ремонт. А зал в ноль сейчас вышел? Взять оборудование, да. Зал вышел в ноль, буквально, наверное, за месяца 3, наверное, 4, примерно так. Вышел в ноль он и начал приносить прибыль. Всем привет! Меня зовут Альбера Бондарцова. Я являюсь организатором и одной из владелицей, очень известной в нашем городе, Благовещенский фитнес-клуб и программы «Альбера не худей». На данный момент я нахожусь в Китае и являюсь тренером сети международных фитнес-клубов «Яньхуа Дзяньшан». Пока кого-то язык доводит до Киева, Альбера ее спортивный бизнес довел до Китая. Туда она уехала вместе с мужем продвигать свой авторский комплекс тренировок и систему питания. Спортивная семья работает в шести залах, проводит тренировки на китайском и английском языках. А теперь еще и приглашают русских тренеров для работы в Поднебесной. Говорит, для ее семейного бизнеса это очередная вершина, которую нужно покорить. Новый виток развития собственного дела. Вот такие вот дела. Смотрите, это мы, мой муж и я. И такие баннеры у нас по всем фитнес-клубам, в которых мы работаем. Так вот, что хотела бы сказать, как мы этого добились. Мы очень любим Китай и очень давно хотели здесь жить. И четыре года назад мы уже здесь жили и успешно работали тоже в международных фитнес-клубах. Вот. И сейчас мы решили, что надо нашу программу продвигать. И не стоит останавливаться только на России, стоит идти дальше. Сейчас заработок очень хороший. И в Китае, так же, как и во всем мире, в особенности, да, в России, фитнес очень популярен стал. Очень, крайне популярен. Даже очень многие китайцы, наверное, процентов 80, ходят не для того, чтобы, на самом деле, красивая фигура была, потому что они не хотят соблюдать, например, питание, режим сна, питьевой режим. Но они ходят для того, чтобы пофоткаться, для того, чтобы просто у международного, там, русского тренера позаниматься. И просто в удовольствие. На самом деле... Альбера уверена, что только на Китае не остановится, ведь спорт границ не имеет, как и бизнес. Главное, все грамотно продумать до мелочей, чтобы предприятие работало с пользой для дела и тела. Но в нашей программе есть такая традиция. Всем участникам мы вручаем вот такие дипломы и специальные наклейки. Это своеобразный знак отличия от Амурского областного телевидения. Спасибо за участие. А у меня на этом все. Смотрите нашу программу, узнаете всю правду об амурском бизнесе изнутри. Увидимся в своей компании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова